Фестиваль и рыцарский турнир «Лилиум Виндавенсис» собирает ценителей Средневековья и воинов уже 12 раз. В этом году была обширная культурная программа в замке и в его окрестностях. В течение двух дней были выявлены самые умелые и благородные рыцари и оруженосцы. Организаторы мероприятия позаботились об соответствующей атмосфере, и в замке играла средневековая музыка ансамбля «Тракула». В турнире участвовали исторические реконструктивные клубы Латвии и Эстонии. Аттракционы, мастерские и блюда никому не давали скучать на этом средневековом празднике. В субботу каждый мог попробовать себя в стрельбе из лука, поучаствовать в магических трюках и поработать у ювелиров и гончаров. Наибольший спрос и интерес был к супу из лука-порея, который варили в больших чанах прямо во дворе замка. Это наш традиционный суп. Мы его на этом фестивале готовим уже третий год. Мы предполагаем, что такой суп мог быть в меню 15 века. В состав супа входят такие ингредиенты, как лук-пори, который рос в 15 веке, крупа, лук, молоко, вода и специи. Можно добавить бульон, но у нас суп без бульона, вегетарианский. Мы не успеваем сварить супа для всех желающих его попробовать. Варится суп очень долго, это не так, как варить его дома на плите. У нас большой котел, и все время люди подходят и спрашивают. Мы уже закончили варить третий котел. Гостей особенно интересовали как умельцы по изготовлению мечей, так и работы разных мастерских. Кузнец Гунарс Якубовскис изготавливал браслеты и другие украшения, гравируя на них особые символы. У тебя получилось сделать так, как нарисовано? Не совсем. Не сложно, надо просто быть точным. Буду пробовать еще раз. Я нарисовал знак Усеньша. Его я нарисовал потому, что хочу себе силу и защиту. Еще рисовал знак Лаймы, Перконца, еще хотелось бы нарисовать знак Юмиса. Гунарс заметил, что все больше людей предпочитает собственноручно изготавливать вещи, нежели покупать их. Покупать готовые изделия – это одно, но здесь действие. Ты сам все можешь сделать. Это людей притягивает. Мне кажется, людям надоело все покупать, хочется прийти и пережить приключения. В работе они получают определенные навыки. Люди делятся на несколько групп. У нас люди делают браслеты, которые очень похожи на исторические. На этих браслетах система знаков немного другая. Знаки эквивалентны, но не совсем такие, как знаки балтийских народов. Они разные. Очень популярен крест Мары, знак Лаймы и Усеньша. Также крест Перконца и другие, как символ Мартинши. В основном делают эти знаки. Не менее интересно было и в воскресенье. На протяжении всего дня атмосферой Средневековья можно было насладиться у стен замка, где посетители смогли не только увидеть средневековые украшения, книжные иллюстрации и прочее, но и проверить свою изобретательность в играх тех времен и принять участие в соломенном бугурте. Конечно, при входе в замок нужно было взять с собой средневековое настроение, а свой ежедневный ритм жизни оставить за воротами. Ольга Волошан, Артур Санж, Марти Спутникс, Курзамское телевидение.